В Беларуси продолжается вступительная кампания. Сегодня абитуриенты проверяли свои силы в географии. Это предпоследний этап централизованного тестирования. Впереди только всемирная история. Знания по предмету продемонстрируют послезавтра, а уже 16 июля можно будет получить заветные сертификаты. Напомним, возможность пересдать тесты, которые не удалось пройти вовремя, по уважительным причинам, есть до 9 июля. В Беларуси с этого дня повышаются цены на автомобильное топливо. Они выросли на 1 копейку. Так, цена 92-го бензина составляет рубль 90 копеек, 95-го – 2,92 – 2 рубля 22 копейки. Дизельное топливо обойдется в 2 рубля. В ночь с 6 на 7 июля белорусы отметят Купалье. Один из самых главных праздников страны по традиции пройдет в Александрии. Его посвятят году народного единства. Программа насыщенная – от тематических площадок с народными развлечениями до мастер-классов блогеров. Финальным аккордом станет большой галоконцерт. Специальный гость – Олег Газманов. Бобруйчанка Алина Максимова стала третьей на юниорском чемпионате Европы по борьбе. Весовая категория – 65 килограммов. Турнир принимал немецкий Дортмунд. На пути к педесталу она выиграла у азербайджанской польской спортсменок. В полуфинале уступила украинке. В бронзовом финале одержала победу над соперницей из Молдовы. Жара возвращается в Беларусь. Всю неделю столбики термометров будут подниматься все выше. Сегодня максимум составит плюс 29 градусов, а в четверг уже до плюс 33. Осадков не ожидается. Спасаться от знойной жары белорусы предпочитают у водоемов. МЧС и СВОД напоминают – вода не прощает беспечности и ошибок. Только за минувшие 7 дней утонуло 20 человек. Спасено 12.